При глядзе места любого здарения, главная задача эксперта – найти следы, которые будут включены в базу доказов криминальной справы. В этом смысле след обучения может стать краницей наибольшей каштовой информации. В целом, трассология – это отрасль криминалистики, которая занимается исследованием следов. Следы обуви, с учетом их важности в раскрытии преступлений, конечно же, имеют свою специфику. Для нас это важно – обмен мнениями экспертов. Мы дискутируем, мы приходим к общему мнению. Мы повышаем свою квалификацию, без которой невозможна дальнейшая наша работа. Сучасным криминалистам приходится сутыкаться с проблемами, яких не ведали их коллеги в минулом. Коли ассортимент советского обуви не одрузнивался разностаенностью, то сегодня он широко представлен на прилавках. При этом такие важные для экспертов предметы, как, например, протектор, стали однотыпными. Один и той же малюнок могут иметь и жанучшие боты, и войсковые берцы. Целое мастерство профессийно зафиксовать следы обуви. Для этого выкористовывают гипсовые излепки, розные доктопленки и иншие сродки. Головными изъявляются те предметы, которые возникли в процессе ношения обуви. Уникальные надломы, потертости и расколены на подышве. За 7 месяцев текущего года смес преступлений изъято свыше тысячи следов, и в 150 случаях установлено совпадение со следами подозреваемых. Как один из примеров, в январе этого года обнаружены следы при угоне автомобиля. Эти же следы были обнаружены в месте, где злоумышленники оставили автомобиль. И это позволило в кратчайшие сроки выйти на преступников. Руслан Пролясковский, Максим Самин, Дмитрий Родянко, Валерий Гопанько. Телерадио «Компания Гомель». Телерадио «Компания Гомель»